Ваш участок проверил с воздуха. Какие штрафы могут быть? С 2018 года в тестовом режиме участки под Москвой проверяют с помощью дронов. Налогу ищет незарегистрированные постройки и самозахват территории. А письма счастья уже начали приходить землевладельцам. Кто-то переживает, что теперь придется регистрировать туалеты, теплицы и бани. Налог на выявленные незарегистрированные строения по сообщениям ФНС будет начисляться автоматически. Предлагаю разобраться в форме вопрос-ответ, как это работает и чем грозит. Мониторинг с помощью беспилотника проводится для поиска незарегистрированных или незаконных строений. Контроль использования земель по назначению и соблюдению границ участка. Результат работы дрона – ортофотоплан в разрешении до 10 см на пиксель. Этот план накладывают на текущую кадастровую карту и выявляют расхождение в границах и незарегистрированные объекты. Какие строения обязаны регистрировать? Согласно законам, регистрируется вся недвижимость на участке. Министерство финансов объяснило, какие постройки считаются недвижимостью. Объекты на земле, которые нельзя переместить без ущерба, влияющие на его использование по назначению. Инженеры это понимают так. Если есть фундамент – регистрируем, если отсутствует – не регистрируем. Что делать, если требуют зарегистрировать временное строение? В первую очередь вызывают кадастрового инженера. Для этого вы можете обратиться к нам, который подтвердит или опровергнет требования налоговой. Если временная постройка уже признана капитальной, обжалуйте это решение. В суде. Как узнать, что на участке обнаружили постройку? Если по результатам мониторинга на земле выявили незарегистрированные объекты недвижимости, ФНС присылает об этом уведомление. В уведомлении также содержатся требования о самостоятельной регистрации строения. Найденные постройки проверяющие сами ставят на кадастровый учет. Информации, полученной с беспилотника, недостаточно, чтобы назначить налог и зарегистрировать строение. На участок должна выехать комиссия, которая подтвердит наличие постройки, а выездной проверки должны уведомить собственника. Если налог на незарегистрированные строения начислили, можете обращаться в суд на ФНС. Вопрос. Полет дронов над моим участком – это вторжение в собственность? Пока на этот вопрос нет точного ответа. В законе не прописано, до какой высоты воздушное пространство над участком является частью этого участка. Хотя в разъяснениях законов упоминается, что к земельному участку относится пространство над и под ним. Если считаете, что мониторинг беспилотников нарушает ваши права, рекомендую обратиться в суд. Правда ли, что придется платить налог на туалет? Такие слухи не имеют законных оснований. Во-первых, Минфин четко описал регистрируемые строения, и туалет не попадает в этот список. Во-вторых, налог платится за площадь, превышающую 50 квадратных метров. То есть за строение 60 квадратных метров сумма налога рассчитывается только за 10 квадратных метров. А вам уже приходило письмо счастья? Пишите в комментариях. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк этому видео. И подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе событий в сфере недвижимости.